Всем привет! Сегодня мы рассмотрим одну из важных функций macOS – режим восстановления Recovery Mode. Разберем инструменты для восстановления и как ими пользоваться. Recovery Mode представляет собой специально встроенное в операционную систему macOS средство, которое обеспечивает доступ к различным инструментам для обслуживания и восстановления компьютера. Этот режим позволяет пользователям выполнять различные задачи, такие как восстановление системы, установка новой копии macOS, восстановление данных из резервной копии Time Machine, проверки и восстановление диска с помощью дисковой утилиты и так далее. Далее мы рассмотрим функционал Recovery Mode и детальнее остановимся на процессе резервного копирования и восстановления данных Time Machine. И первый вопрос – как запустить компьютер в режиме Recovery? Чтобы войти в режим восстановления на Mac необходимого время включения или при загрузке компьютера зажать и удерживать сочетание клавиш Command плюс R до появления значка Apple на экране загрузки. После на экране вы видите окно macOS Recovery, где будут доступны все необходимые инструменты и опции для восстановления системы. В Recovery Mode пользователи могут восстанавливать данные из резервных копий Time Machine, устанавливать новые копии macOS, переустанавливать систему, проверять и восстанавливать диски с помощью дисковой утилиты, а также выполнять другие операции по обслуживанию и восстановлению Mac. В первую очередь рассмотрим, как восстановить состояние системы или файлов с помощью Time Machine. Если вы ранее настроили Time Machine для резервного копирования файлов и системы на внешний жесткий диск, вы сможете восстановить Mac из этой копии. Для восстановления системы из резервной копии Time Machine в Mac Recovery Mode вы должны запустить систему в режиме восстановления. Перед началом процесса восстановления убедитесь, что внешний накопитель Time Machine подключен и имеет актуальные резервные копии. Когда появится окно macOS Recovery, выберите «Восстановление из резервной копии Time Machine» и нажмите кнопку «Продолжить». Далее будет предложено выбрать источник восстановления. Выберите накопитель, на котором хранятся резервные копии Time Machine. Нажмите «Продолжить». Далее нужно выбрать резервную копию, из которой нужно восстановить систему. Здесь они отсортированы по дате и времени. Отметьте нужную и нажмите «Продолжить». Если это системный диск, вы можете увидеть такое сообщение. Где говорится, что для восстановления из данной резервной копии вам нужно воспользоваться помощником по миграции. И далее, что при необходимости, сначала нужно переустановить систему, а затем воспользоваться помощником для переноса данных из резервной копии. Если это не системный диск, после выбора резервной копии нужно указать накопитель или том, который вы хотите восстановить. Подтвердить выбор и начать процесс восстановления, следуя инструкциям на экране. После завершения восстановления компьютер будет перезагружен с восстановленными данными. Следующий способ восстановления переустановка системы. После переустановки системы вы получите полностью чистую macOS. Все файлы, дополнительно установленные программой и файлы пользователя будут удалены. Переустановка macOS может решить множество проблем системой и улучшить ее производительность. Прежде чем переустановить систему рекомендуется создать резервную копию важных данных. Для примера я покажу как создать резервную копию с помощью Time Machine. Чтобы создать резервную копию на macOS подключите внешний жесткий диск или накопитель который будет использоваться для хранения резервных копий. Убедитесь что этот диск достаточно большой чтобы вместить все данные которые вы хотите зарезервировать. Для начала нужно включить Time Machine. Перейдите в настройки системы Общие и выберите Time Machine. Здесь нажмите Добавить диск. Выберите из списка накопитель и нажмите Настроить диск. На этом этапе вы можете настроить шифрование диска. Я отключу так как мне не нужна данная опция. Продолжить. После диск будет добавлен для резервного копирования. После выбора диска вы можете настроить дополнительные параметры резервного копирования Time Machine. Такие как исключение определенных папок или файлов из резервного копирования. Интервал резервного копирования и так далее. После настройки параметров кликните по диску правой кнопкой мыши, а затем создать резервную копию сейчас для запуска резервного копирования. Time Machine начнет копировать все выбранные данные на ваш внешний накопитель и вы сможете следить за процессом в режиме реального времени. По завершению можно приступать к переустановке системы. Перезагрузите ПК зажав сочетание клавиш Command Plus R до тех пор пока не увидите значок Apple. Это загрузка в режиме восстановления. Чтобы стереть накопитель воспользуйтесь дисковой утилитой. Выберите в списке меню и отформатируйте диск Macintosh HD. Выберите стирание, формат APFS, введите имя диска и нажмите стереть. После форматирования диска закройте дисковую утилиту. И выберите «Установить macOS» в меню восстановления. Следуйте инструкциям на экране, чтобы выполнить перестановку macOS. После завершения перестановки вам будет предложено восстановить данные из резервной копии Time Machine, или сделать чистую установку. На этом этапе в окне Migration Assistant выберите вариант переноса данных из резервной копии Time Machine. Отметьте диск резервной копии Time Machine или другой загрузочный диск, чтобы перенести информацию. Продолжить. Далее выберите последнюю резервную копию, или разверните папку и отметьте нужную. Продолжить. Далее ассистент отобразит список категорий данных, которые можно перенести из резервной копии. Это могут быть приложения, учетные записи пользователей, файлы и настройки. Установите отметки рядом с категориями данных, которые вы хотите перенести и нажмите «Продолжить». Задайте пароль администратора. Продолжить. В результате начнется перенос данных из резервной копии Time Machine на ваш Mac. Процесс передачи может занять некоторое время, в зависимости от объема передаваемых данных и скорости Mac и резервного диска. По завершению миграции нужно перезагрузить компьютер. Кликните по кнопке «Рестарт». Миграция завершена. Если же перенос не требуется, то после переустановки системы настройте его как новый, пропустив опцию переноса данных. Переустановка macOS может занять некоторое время, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени и подключен к интернету для загрузки необходимых файлов. А теперь давайте более детально разберем дисковую утилиту, которой мы пользовались для стирания накопителя. Дисковая утилита – это инструмент для проверки восстановления и стирания подключенных дисков, включая Macintosh HD и внешние диски. Вы можете использовать функцию «Стереть» меню дисковой утилиты, чтобы отформатировать загрузочный диск. Или запустить «Disk Utility First Aid» для восстановления диска. После запуска дисковой утилиты выведите список всех доступных накопителей на вашем компьютере. Выберите диск, который хотите восстановить или очистить. Если нужно восстановить систему с помощью резервной копии Time Machine, выберите пункт меню «Восстановление». Затем выберите «Источник», откуда восстановить. Если вы видите следующую ошибку, таким способом восстановить данные с резервной копией не получится. Выбран неверный диск или резервная копия. Как осуществить очистку диска мы уже рассмотрели ранее. Перед тем как продолжить процесс восстановления или очистки диска, дисковая утилита попросит подтвердить ваш выбор. Убедитесь, что выбран правильный диск, так как все данные на нем будут удалены без возможности восстановления. После завершения процесса восстановления или очистки диска вы сможете использовать его снова в соответствии с вашими потребностями. Следующая утилита доступна в recovery режиме – браузер Safari. Он позволит посетить страницу поддержки Apple и другие веб-страницы для получения дополнительной информации. При этом закладки, плагины и расширение браузера недоступны. Вы можете использовать Safari для поиска решений проблем, с которыми столкнулись в процессе восстановления. Это может быть полезно при различных ошибках. В некоторых случаях может понадобиться загрузить дополнительные файлы или программы для восстановления системы. С его помощью можете загрузить необходимые файлы с официальных веб-сайтов или других источников. Если необходима помощь или руководство по определенной процедуре восстановления, вы можете использовать браузер Safari для их поиска. Помимо утилит с главного экрана Recovery Mode, несколько других инструментов восстановления доступны из меню вверху страницы. Это терминал и утилита безопасности. Терминал в режиме восстановления macOS представляет доступ к командной строке, что позволяет выполнять различные операции для восстановления системы и управления дисками. Для запуска откройте утилиты, а затем терминал. Теперь у вас есть доступ к терминалу и вы можете использовать его для выполнения различных операций, таких как восстановление данных, изменение паролей, проверка и восстановление дисков, а также другие системные задачи. Обратите внимание, что некоторые команды могут потребовать дополнительных разрешений администратора. Утилита безопасности в Startup Security Utility – это инструмент для управления параметрами безопасности и запуска вашей системы. С ее помощью вы сможете настроить запуск со съемного накопителя. В Startup Security Utility вы сможете настроить параметры безопасности, такие как Secure Boot, которые определяют, какие типы операционных систем и загрузочных устройств разрешены для запуска на Mac, а также установить пароль загрузки для защиты этих параметров. Startup Security Utility – это мощный инструмент для обеспечения безопасности системы и контроля за ее запуском. Однако будьте осторожны при изменении этих параметров, так как неправильные настройки могут привести к проблемам с загрузкой или доступом к ПК. Что делать, если режим восстановления macOS не работает? Если вы не можете запустить свой Mac в режиме восстановления или он отсутствует, это означает, что сочетание клавиш Command Plus R не работает или ваш раздел восстановления поврежден. Возможно, вы используете неправильную комбинацию. Для Mac на базе процессоров Intel для запуска режима восстановления нужно зажать клавиши Command Plus R во время загрузки. На Mac с процессорами M1 и M2 комбинация клавиш отличается. Для запуска в режиме восстановления выключите Mac, затем нажмите кнопку питания и держите до появления логотипа Apple с текстом под ним, сообщающим, что если продолжите удерживать кнопку питания, вы сможете получить доступ к параметрам запуска. Продолжайте нажимать эту кнопку. В конце концов, вы сможете выбрать параметры Продолжить и откроется восстановление. Если Mac не смог загрузиться из раздела восстановления, вы видите на экране ошибку. Чтобы решить проблему с неработающим режимом восстановления, подключитесь к интернету и попытайтесь его восстановить с этого же меню. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Исходя из данного видео можно сказать, что режим восстановления Mac OS – мощный инструмент для решения широкого спектра проблем с компьютером. Теперь вы знаете, как использовать данную функцию для поддержки и восстановления системы. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok